Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами я, Павел Студни, практический психолог, специалист по системному моделированию и расстановке. Сегодня я хочу открыть серию небольших, но интересных видео, посвященных теме сексуальности. Серия этих видео будет носить название «Запретный плод». Я думаю, что она будет интересна для тех, кто уже или все еще интересуется отношениями между мужчиной и женщиной. Работая практическим психологом, я убедился, что старик Фрейд все-таки прав, и вопросы сексуальности очень влияют на нашу психическую жизнь. Осознание важности этого вопроса подтолкнуло меня к более глубокому изучению этой темы, как в теории, так и на практике. Я снова вернулся к Фрейду, Юнгу, Райху, Лоуану. Я начал интересоваться восточными учениями, даосскими сексуальными техниками, тантрическими учениями, древней Индии, Тибета. И самое главное, я начал наблюдать за тем, что происходит со мной и окружающими меня людьми. Из этих источников у меня постепенно сложилось свое авторское представление о сексуальности. В своей психологической практике я постоянно перепроверяю эти положения. Большинство из них подтверждаются. Большинство из них превратились в работающие инструменты, как для меня, так и для людей, которым я даю рекомендации. Я думаю, что не все мои выводы, что не все мои умозаключения бесспорны. Но так или иначе, они представляют интерес для людей, которые ищут в этой сфере, в этом направлении и хотят глубже понять смысл и сущность сексуального. Итак, если вас интересует тема, то перейдем к сегодняшнему первому фрагменту. В нем я хочу объяснить смысл названия всей серии «Запретный плод». Все хорошо знают, что название «Запретный плод» – это часть библейской истории. Но, думаю, не все знают о том, что речь идет не об одном, а о двух плодах. Итак, первый плод – это плод – дерево познания добра и зла, вкусив который люди становятся мудрыми, как боги. Второй плод – второй запретный плод. До сих пор запретный плод – это плод с дерева жизни. Для того, чтобы после греха падения люди не могли пройти к дереву жизни, Господь поставил Херувима с согненным мечом. Почему же Бог так поступил? Почему Он ограничил доступ к дереву жизни? После того, как они вкусили плод с дерева познания добра и зла, они стали мудрыми, подобно Богу. Если же они вкусят плод с дерева жизни, они станут бессмертными, как боги. Базовое положение моей теории состоит в том, что поиск идеального сексуального сочетания, поиск гармонии в сексуальной жизни – это поиск дерева жизни. Стремление вкусить запретный плод с этого дерева. По моему мнению, для очень многих людей секс – это одно из самых больших разочарований. Сейчас я объясню, что я хочу этим сказать. До начала сексуальной жизни у нас есть предощущение того, что произойдет, когда мы сольемся в близости с любимым человеком. Это предощущение настолько прекрасно, настолько многое обещает, что мы почти теряем рассудок, когда думаем об этом и стремимся к этому. Но, 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 когда действительно реально происходит сближение, к сожалению, многие переживают легкое или даже довольно-таки сильное разочарование. Увы, оказывается, что все происходит не так, по крайней мере, не с той силой, не с той инстинсивностью, не с той божественной гармонией, на которую мы рассчитывали. И получается, что секс – это одно из глобальных разочарований каждого человека. Конечно, потом, сближаясь еще и еще и еще раз, мы открываем себе новые, все более яркие стороны сексуальной жизни. Но все равно, все равно, все равно, остается ощущение, что нас немножко обманули. Что вот то предощущение будущей гармонии, будущего слияния с партнером была всего лишь реклама. И так обычный сексуальный опыт несет в себе фундаментальное разочарование. Каждый раз, когда мы ищем новое яркое сексуальное переживание, мы на ощупь, вслепую, ищем путь к дереву жизни. Мы стремимся найти этот запретный плод. У каждого из нас это получается по-разному. У каждого из нас свой опыт и свой путь. Мы не знаем, как это сделать. И я думаю, что одной из причин является недостаточно ясное осознание разницы между мужчиной и женщиной. Их функции во взаимодействии, характера их соединения. Именно правильное соединение мужского и женского, мужского и женского тела, мужской и женской души, дает тот эффект, который нам обещает предчувствие. У меня для вас добрая весть. Нас не обманули наши предчувствия в юности. Это все-таки возможно. Но путь к этому длинный и сложный. И напоминаю, на нем стоит хирургим с огненным мечом. Я предлагаю вам отправиться в этот путь вместе со мной. И если мы все-таки решились, то первый вопрос, который должен нас волновать, то где, где, где находится это дерево? Где находится рай? Куда нам идти? Я знаю ответ. Ответ будет парадоксальным. Для того, чтобы найти это дерево, идти никуда не нужно. Это дерево – наш позвоночник. Более того, наш позвоночник – основа для двух деревьев. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Итак, оба дерева – дерево познания добра и зла и дерево жизни – находятся внутри нас. Следовательно, внутри нас находится и рай. Но не радуйтесь преждевременно. Путь туда настолько же сложен. Насколько сложен был бы путь, если бы они находились где-то на северном или южном полюсах земли. Не объясняю пока что, почему. Я бы в основном буду утверждать, что дерево жизни своими корнями имеют ноги, своими ветвями имеют руки, а плод – это человеческая голова. В свою очередь, дерево познания добра и зла расположено наоборот. У этого дерева корни – это наши руки, а ветви – это наши ноги. Соответственно, плод – дерево познания добра и зла – это наши гениталии. Наше нижнее сокровенное лицо, нижняя сокровенная голова. Дерево познания добра и зла – женское. Плод этого дерева находится в ее гениталиях. Это ребенок. Это плод жизни, который возникает в результате ее общения с мужчиной. Плод – дерево жизни. Это мысль, идея, дело, действие, которое совершает мужчина под влиянием вдохновляющей ее женщины. Это тоже ребенок, но немножко в другом значении, немножко в другом смысле. Итак, соединим все это вместе. Оба дерева находятся внутри нас. Одно дерево имеет плод внизу, другое дерево имеет плод вверху. Один плод, женский, оплодотворяется мужчиной через гениталии во время соедия. Другой плод оплодотворяется женщиной в тот момент, когда она вдохновляет мужчину на творчество. Оплодотворение мужчиной женщины приводит к рождению ребенка. Оплодотворение женщиной мужского сознания приводит к рождению идей, дел, достижений любой области, которой занимается мужчина. Оплодотворение мужчиной женщины приводит к пробуждению ее женской силы и рождению ребенка. Оплодотворение женщиной мужчины приводит к его вдохновению, рождению новых идей, действий и достижений, к его финансовому, жизненному и деловому успеху. Итак, оба дерева находятся внутри нас. Оба плода находятся внутри нас. Оба плода активизируются во взаимодействии между мужчиной и женщиной. И только это делает и мужчину, и женщину сексуальными и эффективными в тех областях деятельности, которыми они занимаются. До этого момента я говорил о уже сформированных плодах. Но каждый плод до того, как стать плодом, должен быть цветком. каждое дерево, для того, чтобы то, о чем я говорю, совершилось, должно сначала расцвести. После этого в контакте с лицом противоположного пола каждый цветок должен быть оплодотворен. И на следующем этапе каждый цветок возможно даст свой запретный и очень сладкий плод. И каждый этап несет свой вид наслаждения, свой вид удовольствия, расцветания, полные расцветы благоухания, оплодотворения цветка, зависть, развитие плода и, наконец, вкушение плода, плодов своей деятельности. Каждый этап приносит нам неимоверное наслаждение. Конечно, это наслаждение напрямую не всегда связано именно с физиологическим, физическим слиянием мужчины и женщины, то есть пониманием секса в узком смысле слова. Жизнь гораздо богаче, жизнь гораздо шире, чем просто соединение мужских и женских гениталий. И гармоничное, вуканоподобное, взрывное удовольствие от соединения гениталий возможно только в том случае, если и во всех остальных сферах взаимодействия мужчины и женщины есть гармония, есть правильное сочетание, есть наслаждение от этого взаимодействия. Итак, я хочу подчеркнуть, что сексуальная жизнь понимается мною гораздо шире, чем просто генитальный контакт, чем просто телесное общение мужчины и женщины. Я понимаю сексуальную жизнь, как весь комплекс взаимодействия между мужчиной и женщиной, во всех вопросах, которые так или иначе их связывают. И только тогда, когда они во всех этих вопросах могут найти взаимопонимание и это взаимодействие приносит им наслаждение, то и генитальный контакт приносит им максимальное наслаждение. То наслаждение, которое обещало нам предчувствие. То наслаждение, которое влекло нас еще в юности плитцам противоположного пола. Но функции поведения, ощущения мужчины и женщины принципиально разные. Они как пазлы. Там, где у мужчины впадинка, там у женщины выступ. Там, где у мужчины выступ, там у женщины впадинка. Если мы сочетаемся правильно, то мы получаем эту гармонию взаимодействия. Если же мы сочетаемся неправильно, то есть сталкиваются, например, два выступа или пытаются соединиться, две впадинки, мы получаем разочарование, о котором я говорил в начале. На этом я заканчиваю наш сегодняшний первый фрагмент. Надеюсь, мои мысли вас заинтересовали. Жду вас на следующем видео из серии «Запретный плод». С вами был Павел Стогний, практический психолог, специалист по системному моделированию и расстановка. До новых встреч, друзья! Продолжение следует...